Так, ну у вас хорошее настроение вижу? Да что, глюстить-то? Глюстить не надо, все нормально, да. Таким настроением всегда легче люди выздоравливают. Но это благодаря тоже, что деятельность у вас такая, которая радует, наверное, душу. Конечно, плюс большой, когда работа есть, которая по душе. Небольшая история о том, как вы преодолеваете эту проблему. Ну, я небольшое, может быть, уточнение в режиме, как он это дал. Но путь начался уже три года назад, да? Да, я в один момент, я же говорю, я почувствовал, что я не могу встать на стопы. Это очень так меня, ну, мозг даже испугало где-то, да. Я без таблетки не мог, не могу расходиться с утра, чувствую, что мне очень больно. И я начал, ну, начал с режима, физическая тогда активность не сильно была, сейчас скажу, развита. Ну, что-то как-то делал, но не это. И я начал, да, так вот тобой смотреть, что начинать нужно и с режима, и с питания, и с физической активности. Начал я ее увеличивать. Вот, и сейчас, я говорю, сейчас появилась вот такая прямо вот легкость. И вот спустя месяц почувствовал прям, что, почувствовал действительно, что можно себя чувствовать хорошо. Потому что вот какой-то был и упадок такой, и настроение, я думаю, ну, все, все, это артрит, это все, это жди дальше, жди их, а ничего хорошего не здесь. А сейчас потому, что, в общем-то, и можно себя чувствовать прекрасно. Ну, не то, что прям совсем я, да, совсем не облегчение, но я чувствую себя намного лучше. Благодаря вам. Вы, как бы, показали мне вот дорогу, по которой нужно идти. И идти нужно постоянно, я это понял, что теперь нужно вот постоянно идти, и не расслабляться, как бы, ни на минуту. Да, то, что вы добавили, получается, физически больше, да, за этот месяц. Да, и сейчас я вот дошел до того, что, ну, вот сейчас немножко сбилось у меня, почему, вечерние, вечерние упражнения, вечерний комплекс упражнений. Почему, потому что, я говорю, сейчас огород начался, но там тоже, как бы, я не стою, да, не сижу, не курю, там, в общем, такие тоже физические упражнения. Вот, немножко сбил режим. А так, вообще, вот я этого режима, я придерживался, но сейчас я прибавил, что, сейчас ребенком с маленьким, с маленькой точкой, ну, как маленькой, 4 года ей уже, выходим на детскую площадку, там рядом спортивный городок, такой достаточно профессиональный такой городок спортивный, и я начал там заниматься. И я, вот, говорю, на турнике-то, я помню, он говорил, что на турнике я не смогу, я сейчас свободно 5 раз подтягиваю, свободно совершенно, и, да, а у меня было всегда, я 15 раз подтягивал, всегда лучше. Я думаю, что я сейчас добью это дело, ну, пусть не 15, но 10, я думаю, я добью. Ну, это скарно, да, да. Вот, ну, Павел, по режиму, что, значит, не получилось еще, ну, что-то вот не хватает мне времени, вот сейчас так сложилось, может быть, чуть попозже. Вот я имею в виду, что он массаж, массаж не делал еще, сейчас скажу. Вот, как-то вот не дошло, руки не дошли, все остальное я делаю, да, если не с резинками, то я обязательно делаю свою, там, эту растяжку, как вы сказали, тоже внедряю. А отжимаюсь постоянно, вот я говорю, за день, 46 раз я отжимаюсь, ну, то есть, вот, 15, 15, 15, и так же приседаю. Ну, да, это хорошо. Вот, ну, немножко отнимает время работы, конечно, я вот хотел походить, конечно, вот где-нибудь в обед, ну, сейчас стараюсь вот на обед пешком, да, пешком. Ну, вот сейчас что-то такое завал, слегка, ну, как учебный фон заканчивается, концерты, отчетные, экзамены, короче, вот, ну, навалилось только. Ну, вот, ничего. Понятно, ну, это хорошие, да, перемены. Я хотел еще вот этот момент, вот эти три года назад у вас был вес больше, а как сразу у вас, ну, как быстро какие-то перемены почувствовали в самочувствии, вот, когда питание изменили вы, сколько время прошло, чтобы какие-то перемены себе прописывали? Ну, наверное, двух год в среднем, наверное, да. Ну, я говорю, что у тебя так вот надо. Вес был довольно-таки, ну, не то чтобы большой, никогда не с толстым небом, но вес был намного больше, и я так чувствовал, что немножко он тяготит мне этот вес. Вот, и, ну, вообще, как бы, я говорю, вот, в то время, в тот момент, что было меньше активности. Я всегда такой вот активный, я очень быстро хожу, все очень удивлялись, когда я вот так, я говорю, просто, как сказать-то, а раньше жил, ну, у нас в станице, а раньше я жил в хуторе, то есть, вот, до работы нужно было идти на километрах пять. Вот, когда я ходил, когда я ходил на работу, с работы, ну, вот, давайте, меньше поболел, честно скажу. Потом уже вот переехал в станице, появилась машина, то есть, вот, этот комфорт, который, да, вроде бы все это хорошо, он на здоровье сразу понижает. То есть, меньше стал двигаться, больше сидеть. Сейчас вообще, вот, даже если, ну, на работе, конечно, приходится к компьютерам сидеть, но я стараюсь, вот, чуть посидел, начиная какую-то разминку, походить, походить, наверное, на первый этаж свеститься, что-то сделать, что-то, в общем, вот, чтобы я не сидел. И это, то есть, вот, как это, где-то, конечно, какая, радость движения, и я прямо почувствовал, что да, это здорово. И нужно, это нужно ценить, главное, что ты можешь ходить. Я вот, ну, говорю, вот, в один момент я не мог встать на ноги, прямо вот, думаю, ну, как так, как так, если я так обычно все время ходил, и быстро ходил, а сейчас не мог встать на ноги, меня это пугало. Вот это, наверное, было так, что, вдруг мне сказали, что, ребят, Иван, давай, наверное, начинай что-то менять, наверное, начинай. Не, ну, был алкоголь, конечно, да, был. Час алкоголь, вообще, ну, не, алкоголь, пригодного размера, летать, наверное, же, его нету. А до этого был, конечно. Ну, понятно. Короче, организм заставил себя приводить поршу. Ну, Павел, ну, да, организм, и я человек верующий, наверное, все-таки, и Господь говорит, ну, что-то вот не то ты делаешь. И, ну, на психосоматике тоже я изучал, все-таки, мы же, да, наше тело показывает, что вот здесь что-то не то. Что-то не так. Ты идешь, меняй, ну, вот, поменялся. Ну, никаких секретов, в общем-то, нету, да, как многие думают, ищут что-то. Активность больше, питание, человек в свой вес приходит и уже начинает чувствовать себя лучше. Ну, да, да, да. Ну, да, всех ждут какой-то таблетки, да, какой-то такой волшебной таблетки. Да нет, тут нужно за собой следить и, да, где-то, конечно, ну, на собой работать, да, где-то ломать себя приходится, да, в любом случае. Потому что скушений-то много, да, поесть или такого, да, полежать, посидеть. И дорога это не быстро, то есть, я вот, ваш пример хороший, то есть, три года вы уже в этом, как бы, пути, год понадобился, чтобы какие-то существенные увидеть изменения. Ну, и за этот месяц, я считаю, тоже какой-то рыбочек мы сделали, хороших. Да, 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 да. Так что наращивайте эту активность. Рад, что у вас все получается. Так, теперь вот мне скажите, вот по этим травам, их тоже самое раскидываешь, да, три недели или недельку перерыва, постоянно их тоже пить, да? Горькие вы имеете? Да, да. Не, горькие, вот как я расписал, можно там где-то раз в неделю чисто факультативно. А остальные травы тоже можно чередовать, получать от них какие-то витамины. Ну, главное, это наш режим по вот этому питанию, физическая активность, а все эти добавки, это 10-15% от результата. Так что, ладно, не буду вас больше отвлекать, спасибо вам. Спасибо большое, спасибо большое. Ну, если что, свяжусь, хорошо, какие-то вопросы родители. Да, конечно, пишите, рад, что вас всего доброго, хорошего дня. Спасибо, и вам большое спасибо, что это дело делаете, вот так профессионально делаете, действительно, и многим людям помогли, и в том числе и мне. Большое спасибо. Все, приятно слышать, до свидания. До свидания.